Сегодня у нас очередное заседание из вопросов, которые хотелось бы отметить. Это выступление председателя парламента в Сербии, которое будет 12.30. Ну и продолжение рассмотрения законов о внесении изменений в налоговый кодекс и ряз других, о которых чуть позже расскажет Валентин Сергеевич. Но хотелось бы отметить несколько моментов, которые сегодня тревожат избирателей. Ну, во-первых, нарастающая задолженность по заработной плате во многих регионах, что является крайне удивительным на фоне профицитного бюджета. То есть получается, что с одной стороны идет собирание денег в кубышку, а с другой стороны, по непонятным причинам, предприниматели и работодатели перестают вовремя платить заработную плату. Наверное, что-то в нашем царстве и государстве не так. Третий момент. Сегодня ратифицируется также конвенция МОД о принудительном труде. Мы ее поддержим, но хотелось бы отметить, что подавляющее число конвенций, которые сегодня и в ближайшее время ратифицированы Госдумой, но они сегодня являются необходимостью. Хотя, если брать с точки зрения трудового права, то в СССР многие положения, которые заложены в этих конвенциях, были на порядок лучше. И в данной ситуации вынуждены нас принять этих конвенций для того, чтобы хоть каким-то образом международными нормами защитить права наших наемных работников. Сегодня, к сожалению, в условиях дичайшего капитализма права наемного работника фактически остаются крайне незащищенными. Ну и в этой связи, с нашей точки зрения, уже перезрела необходимость внесения новых законов о профессиональных союзах, потому что функционирующие профессиональные союзы, как правило, являются ручными у работодателя, а на большей части предприятий отсутствуют вообще всякие профсоюзы, что в принципе делает крайне незащищенными права наемного работника, хотя у нас есть вроде как и трехсторонняя комиссия, которой доминирует работодатель, который, ну, по большому счету сегодня, с нашей точки зрения капитал, сформировал всю вертикаль власти. Вот если посмотреть, правительство, чьи интересы отстаивает? Интересы 10% наиболее обеспечены. Профсоюзы, которые находятся при олигархических структурах, они также по большей части отстаивают интересы своих структур, ну и частично своих работников. Ну и в данной ситуации, как бы, парадоксально то, что мы в один день, в прошлом году, ратифицировали сразу два документа. Один о правах профсоюзных деятелей, а в другой о отмене положения, о невозможности уволить профсоюзного работника, как бы по инициативе администрации, если он занят трудовым спором. Поэтому вот эти вопросы, на наш взгляд, сегодня являются, в общем-то, определяющими, как и положение молодежи. Вот в субботу состоялся пленум Центрального комитета КПРФ, на котором мы попытались вынести проблемы современной молодежи на обсуждение и дать свою точку зрения. Сегодня 29% безработных – это молодые люди до 30 лет. Сегодня, к сожалению, можно получить два красных диплома, но если нет кошелька у папы с мамой, который надо охранять, или папа с мамой могут вас трудоустроить, то значительная часть наших даже самых талантливых ребят и девчат являются невостребованными. Именно поэтому сегодня опросы показывают, что до 70% молодых людей до 25 лет готовы уехать за рубеж хоть сегодня. Понимаете, что является крайне отрицательной ситуацией в плане будущего нашей страны. Сейчас, конечно, главная забота парламента и фракции КПРФ в Государственной Думе – это рассмотрение законопроектов, связанных с принятием бюджета на текущий год и на плановые 20-е и 21-е годы. Ну, соответственно, еще предстоит работа парламенту и по уточнению, дополнению изменений бюджета текущего года, потому что вместо 480 миллиардов рублей, которые дефицит, вернее, профицит был заложен, профицит по итогам составит более 2 триллионов рублей. И поэтому часть этих средств, безусловно, опять, как вот по инерции будут направлять Фонд национального благосостояния, так называемый, Фонд будущих поколений, ну, а какую-то часть переспределят между отраслями. А что касается бюджета 2019 года, для того, чтобы принять этот бюджет, нужно принять еще целый ряд законопроектов, которые приостанавливают действия определенных социальных норм на улучшение, это, прежде всего, пенсии военнослужащим, их надо было принимать, но сейчас Комитет по обороне обратно начал рассматривать, потому что вопрос нужно решать. На прошлом заседании, в первом числе, они приняли закон и приостановили действия федерального закона базовой стоимости необходимого социального набора, который должен как раз влечь в основу возвращения, справедливого, я бы сказал, возвращения вкладов, которые были ограблены нынешней властью в 1991 году. Но перед тем, как принять бюджет, собственно, нас как сейчас теперь парламент вучит, надо, во-первых, узнать, как эти законы работают, как они благо приносят народу. С другой стороны, подготавливая законопроекты, нужно узнавать настроение масс, жить в гуще масс и жить их настроениями и заботами. Вот в этой связи хотел бы вам доложить, что сели мы как-то в общественно-приемные депутаты Государственной Думы и начали рассуждать. А что вот последние 25-28 лет дали нынешней стране? И начали сравнивать бюджеты Рософсср 90-91 года, ну и Российской Федерации уже итоги 2017 года мы с вами принимали. Заработная плата тогда, в 1991 году по Рософсср, составляла в среднем 380 рублей. Сегодня средняя заработная плата по России 38 тысяч, как статистика указывает. Пенсия была 102 рубля, потом начали повышать, до 132 рублей дошли. Сегодня средняя пенсия тоже где-то 13-14 тысяч рублей. Таким образом, если сравнивать все цены, вы для себя тоже можете такие сравнения сделать, надо просто вычеркнуть лишние нули, и в конечном итоге дальше уже по продовольственному набору, по набору социальных услуг можно приходить и оценивать итоги всей этой реформаторской деятельности за почти 30 лет. Получается, проезд тогда 5 копеек стоил, сегодня это гораздо, во много раз дороже. Буханка хлеба тогда 14-18 копеек стоила, сегодня это, в общем-то, уже не 18 рублей, гораздо больше. Точно таким же образом можно прийти и другим таким сравнением. Квартиры тогда строили бесплатно. Да, можно было купить квартиру, в кооперативном строительстве порядка 7 тысяч рублей, но если два нуля прибавить, то получается 700 тысяч рублей, но никак не 2,5, как сегодня. Дальше машина. 6-7 тысяч рублей Жигули, а сегодня такая же модель стоит, в общем-то, около 600 тысяч рублей, и в конечном итоге получается, что за 25 лет власть ничего не улучшила, и по многим-многим социальным позициям значительно ухудшила. То есть получается так, что за все эти годы верхи не могут управлять страной, потому что, прежде всего, социально-экономический курс, который был выбран заменить социализм капиталистическими отношениями, ничего стране позитивного не долг. И вот проект бюджета, который внесен сейчас на 2019 год, убедительно это показывает. Смотрите, дефицит предполагается полностью преодолеть, у нас с этого года бюджет становится профицитным, но эти деньги, которые дополнительно появляются, их надо бы направлять на развитие хозяйства страны, их, в общем-то, откладывает, как уже Николай Васильевич сказал, кубышку, и отправляет за рубеж. Они будут работать на экономике зарубежных стран. Вот фракции КПРФ принципиально против этого положения. Поэтому у нас самое критическое отношение к проекту бюджета на 2019, 2020, 2021 годы. Я полностью все это рассказывать не буду, потому что это нам предстоит сделать завтра, и там руководство фракции прыгает, кто будет выступать. И я думаю, завтра эти все разговоры станут более конкретными. Но вместе с тем сегодня мы должны подчеркнуть, что повышение пенсионного возраста опять дает экономия за 6 лет порядка 3 триллионов рублей. Вот представьте себе, какие деньги. Повышение НДС дает опять прибавку. Далее. Экологический сбор будет повышаться. Вывоз мусора будет повышаться. И в конечном итоге сейчас самый тревожный вопрос, о чем вы сейчас как раз и постоянно говорите. Это очередное ожидаемое повышение цен на бензин диступлива, которое в конечном итоге доломает социально-экономическую ситуацию. И коренным образом, как мы представляем, изменит настроение масс. Если верхи сегодня не могут управлять, а может быть они не хотят управлять, как это надо народу, потому что социальное расслоение идет громадными темпами. По итогам 2017 года журнал Forbes сообщил, что самые богатые и самые успешные у нас стали миллиардеры, наши отечественные. Они повысили свои доходы и активы на где-то почти 11%. Американцы от них существенно отстали, британцы, немцы тем более в конце этого списка. В то же самое время у нас реальные доходы населения по итогам этого года упали на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Миллиардеры становятся богаче, нищие и бедные еще более нищие. Вот экономическая и социальная политика, против которой выступает КПРФ. И безусловно, при принятии бюджета в первом чтении мы выскажем свое отношение, мы его поддерживать, видимо, фракции не собираются. Ну и при втором, третьем чтениях также выскажем свои настроения, свои пожелания. И самое главное, мы выскажем, внесем те самые предложения в КПРФ, которые могут коренным образом улучшить жизнь трудящихся человека. Это прежде всего изменение налоговой системы с точки зрения прогрессивного налогообложения. Это национализация природных ресурсов и доведение до каждого жителя нашей страны своей доли от этого, собственно, дохода нефтяных, газовых. Ну и многие другие направления, которые четко изложены в программе «10 шагов конкретной жизни», которые остаются для нас, в общем-то, действующей программой на будущее. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну здесь хотелось бы добавить, что вот реализуются уже высказывания Орешкина и Силуанова о вложении наших денег за рубеж. Вы знаете, что совсем недавно президентом подписаны правительством соглашения с Египтом, по которым 26 миллиардов долларов вкладывается в строительство атомной энергетики Египта. Мы не против международного сотрудничества, но в то же время внесены предложения о введении так называемой социальной нормы на электроэнергию. Ну это кажется вообще-то парадоксальным и вредным, потому что любое правительство должно способствовать увеличению энергопотребления, увеличению своих мощностей, а не тому, чтобы вести назад к лучи.